МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умная технология во всем. Новый уникальный для Дагестана операционно-реанимационный блок открылся в медицинском центре «Целитель». До начала соревнований еще месяц, а дагестанские спортсмены уже начали активную подготовку к турниру. Подробности смотрите в спортивном блоке. Свыше 1500 аварий произошло в Дагестане с начала года. В них погибли более 300, пострадали более 2000 человек. Тревожную статистику на заседание в республиканском правительстве привел начальник ГИБДД Александр Шалагин. Мероприятие прошло под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. Участие в обсуждении приняли министры, а в режиме ВКС к ним присоединились главы нескольких городов и районов. О чем еще говорили собравшиеся, расскажет наш корреспондент Салья Магомедова. Каждый делает свое дело, но встревожены все. Так можно охарактеризовать заседание правительственной комиссии Дагестана по обеспечению безопасности дорожного движения. Оно прошло в день столкновения 16 автомобилей на федеральной трассе в Кунтеркалинском районе. Был туман сплошной, и скоростной режим при этом тумане никто не соблюдал. В результате этого получилось, что один друг друга за этим человеком еще 16 машин оказалось. Представитель управления федеральных автомобильных дорог Кавказа оказался на совещании в роли самого главного ответчика. Вопросов от премьер-министра было много. Прозвучали и те, что активно обсуждаются в социальных сетях. Про недостаточную ширину проезжей части и отсутствие съездов. Оказалось, и этому есть свое объяснение. Все дело в том, что в республике идет капитальный ремонт участков федеральной автодороги, а не реконструкция. Понятия разные предполагающие и разный подход к работе. Есть предельно допустимый лимит на один километр капитального ремонта. Таких понятий на реконструкции строительства нет. То есть там возможен дополнительный отвод земли, там возможность строительства одновременно транспортных развязок в разных уровнях, строительства искусств сооружений, мостов, эстакад, подземных, надземных переходов и все остальное. В рамках капремонта этого не позволяется. Поэтому сравнивать одно с другим нельзя. Та дорога первой, бэй, категория, а это всего лишь дорога второй категории. Только с четырьмя полосами движения. Доклад Александра Шалагина вызвал наибольшую тревогу. В нем и статистика ДТП, и количество погибших с пострадавшими. Начальник регионального ГИБДД предложил дорожникам и практические совместные меры. В частности, по размещению на информационных табло предупреждений для водителей. Ситуация, туман. На табло переменной информации пристегнись. Это тоже нужно, да, вопросов нет. Но сказать о том, что впереди на участке от Агачаула до Кизелюрта есть густой туман, просто знаками табло переинформации. Мы вас не просим даже самих. Дайте нам такую возможность. Пожалуйста, проработайте. Говоря о мерах снижения количества ДТП, необходимо отметить, что в следующем году под программу повышения безопасности дорожного движения будет включена в госпрограмму развития транспортного комплекса Республики Дагестан. На реализацию мероприятий из регионального бюджета будет предусмотрено почти 50 миллионов рублей. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан после согласования с МВД по Республике Дагестан планируется приобретение и передача в основном порядке оперативное пользование управления ГИБД и МВД по Республике Дагестан в пяти мобильных комплексах и по автоураганам и двух беспилотных питательных аппаратах с функцией видеофиксации на решение правил дорожного движения. Работать надо вместе и качественно. Те меры, которые предпринимаются сегодня, недостаточны, считает премьер-министр Республики. Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал все ответственные структуры активно включиться в процесс обеспечения безопасности дорожного движения. Это крайне важные и чувствительные вопросы, так как создание безопасных условий дорожного движения и сохранение жизни людей – наша приоритетная задача. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Сотрудники МВД Дагестана традиционно отправили новогодние подарки детям коллег из Донецкой и Луганской народных республик. В этом году среди получателей также оказались Херсонская и Запорожская области. Более тысячи подарков со сладостями будут получены ребятами в канун праздника. Это то самое малое, наверное, что мы могли бы сделать для детей наших коллег, а наших коллег, подчеркивая нашу поддержку и солидарность, и что мы находимся рядом с ними. Хотелось бы в эти трудные для этих наших субъектов времена, рядом с ними, поздравить их детей. Новый, уникальный для Дагестана операционно-реанимационный блок открылся в медицинском центре «Целитель». Поздравить в торжественной обстановке руководство и коллектив клиники пришли представители власти и медицинские эксперты. Увидеть кабинеты, оснащенные по мировому стандарту, и узнать функционал нового оборудования смогла и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Двухэтажный блок с восьмью современными операционными. Теперь в месяц здесь могут принимать более 600 пациентов. Хирургические вмешательства доступны с самого разного спектра. Гинекология, нейрохирургия, атериноларингология. И это, конечно же, не весь список. Операции очень разноплановые. Это и классические операции, и абдоминальная хирургия. В общем, весь спектр операций представлен, который есть в ИСПУ. И специалисты все высочайшего класса. Уцелители кадровый потенциал очень огромный. И вот суммируется, когда и грамотные специалисты высочайшего класса, плюс и техника самая современная. Вот это и получается приступ безопасной хирургии. Каждый корпус словно небольшая космическая станция. Вещь себе. Система подачи воздуха герметична. Он обеззараживается как на входе, так и на выходе. Проникновения микроорганизмов сведены к минимуму. Сегодняшняя презентация – это действительно будущее. Будущее здравоохранения нашей республики и России отметил, что для государства очень важны приоритеты здравоохранения, науки и образования. И благодаря мудрой политике, руководству и целителям сегодня это все здесь сконцентрировано. Каждая деталь, отмечают эксперты, здесь подбиралась по последнему слову техники. Яркость и контраст эта хирургическая лампа подбирает автоматически под проводимую операцию. Умная технология во всем. Благодаря встроенному внутри светильника камере высокого качества, хирурги могут связаться с коллегами онлайн и провести консилиум во время сложного вмешательства. Известные пластические хирурги оперировали, там была эта международная конференция, и передавали с операционной туда на конференцию. У них то блики получались, то непонятное было изображение. А когда уже мы профессиональными камерами начали с операционной, с пятого этажа передавать туда вот эту информацию, она говорит, Мантурова встала и говорит, откуда это? Это говорит, исцелителя. Я хочу видеть руководителя. Приехала, наградила меня грамотой. Вы вытянули, говорит, эту международную конференцию. Приятно, потом я решил, значит, все-таки буду я оснащать все операционные вот такими камерами. Замечательный коллектив. Я видел многих, знаю, знаю их по их профессиональной деятельности. Они те люди, но в данном случае группа исцелитель – это не просто медицинское обеспечение населения, это рабочие места. Здесь работает в этой системе около 800 человек. Это не маленькая сумма, это налоги, это все то, что может принести пользу нашу республику. Операционные площадки оснащены современной наркозодыхательной аппаратурой. Здесь возможно применение высокоэффективных ингаляционных анестетиков. Вся наркозно-дыхательная аппаратура оснащена такой функцией, она следит за глубиной нашей седации, которую мы проводим во время наркоза непосредственно. Называется это бисмониторинг. Практически все наше оборудование направлено на то, что мы можем следить за глубиной всего абсолютно. Нейромышечный блок, глубина анестезии, индекс всех возможных поливовых там структур. Мы можем абсолютно за всем этим следить. Причем это все производится непрерывно, есть современные анестезиологические газы. Площадь нового блока занимает 1400 квадратных метров. Это огромная территория, которая выделена под операционные кабинеты, стационары и отделения реанимации. Завершилось открытие конференции, участие в котором приняли персонал клиники и коллеги из других медицинских учреждений. Для собравшихся был представлен фильм про умную больницу в клинике «Целитель». Была еще и встреча в формате «Вопрос-ответ», где каждый мог задать интересующий вопрос руководству медицинской организации. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди принял у себя религиозных деятелей из регионов России и Ближнего Зарубежья. Почетные гости прибыли в нашу республику для участия в международной конференции в Махачкале. В ходе теплой беседы религиозные деятели рассказали о проводимой просветительской работе на местах. Лидеры мусульманских общин также отметили огромный вклад в Муфтиатр Республики в деле развития духовно-нравственных ценностей в стране и за ее пределами. Я, конечно, рад приветствовать вас. То, что я вас принял здесь у себя дома. Этим тоже хочу подчеркнуть у меня братское такое уважительное отношение к вам. Я думаю, вас хорошо встретили в такие конференции, в такие встречи. То, что в Дагестане межнациональных таких непонятных вопросов нет. Каждый раз вы сами и убеждаетесь в этом. Я тоже убеждаю, что мы становимся друг к другу ближе, уважение больше. Совместными усилиями, я думаю, у нас все получится. В Дагестан мы приезжаем всегда, как к своим друзьям, к своим братьям. И особенно, я думаю, многим народам нужно учиться в Дагестане. К тому мирному сосуществованию, которое действительно в этой республике есть. Благодаря усилиям религиозных деятелей, благодаря усилиям лидеров различных народов. Я думаю, таких мест очень мало на земном шаре. И поэтому пусть Аллах сделает благословенным эту республику, его народы. И чтобы они, дальше также, являясь примером для многих других народов, продолжали счастливо, мирно жить, иншаллах, и созидать свою республику. Вот что я хочу сказать молодежи Дагестана. И здесь очень много национальной республики. Я думаю, что через митинг ничего не решается никогда. Вот у вас есть очень мудрые, очень богобоязненные муфты и алиму есть, совет алиму есть. Ну, посоветоваться, что как к чему, вот так надо вопрос решать. Мы знаем, вы очень заняты, но тем не менее вы нас приняли. Ну, а теперь подробнее о самой конференции, которая прошла в Доме дружбы. На ней говорили об укреплении межнационального согласия, о великом наследии шейха Мухаммада Яракского и о его вкладе в объединение народов Дагестана. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Конференция в Махачкале собрала представителей органов государственной власти, религиозных деятелей и общественников. Выступающие говорили о пути и духовном наследии шейха Мухаммада Яракского в деле укрепления межнационального согласия. Сегодня эта тема более чем актуальна, тогда, когда западные спецслужбы и те, которые поддерживают, которые бежали за границу оттуда, пытаются внести раскол в дагестанское общество, используя нашу многонациональность, многоконфессиональность нашей республики и при этом не понимая, что это не недостаток нашей республики, а главное достоинство. Когда мы обращаемся к трудам таких людей, известных богословов, как известно, Дагестан – это родина алимов, и мы должны возвращаться к нашим традиционным, духовным, нравственным ценностям. Такие мероприятия, они более объединяют молодежь и показывают правильный путь, как надо жить, как надо уважать старших, младших. Поэтому такие мероприятия, конечно, надо провести почаще, и она, я уверен, что пользу принесёт для воспитания подрастающего поколения. Почётными гостями конференции стали муфти регионов России и ближнего зарубежья. Они отметили огромную роль дагестанских учёных в деле сохранения и укрепления истинных духовно-нравственных ценностей. Дагестан, как духовный и культурный центр, обладает уникальными культурными богатствами. Духовные особенности вашего региона всегда притягивали человека к себе. Здесь чувствуется некая благодатная аура, барракатный нур, который всегда притягивает к себе мусульман. Дагестан. Особенность Дагестана является его многонациональность. И это особое богатство вашего региона. Благодаря таким людям, я думаю, что во многом сохранил Дагестан, сохранил веру в Дагестане, сохранил ту дружбу в Дагестане, которая до сегодняшнего дня. Никакие силы из вне, которые выходят. Мы знаем, что и в 90-х годах были попытки сломать это единство. Никому не удалось. И в этом благодаря, я думаю, что учёных Дагестана, которые оставили мощный такой духовный стержень дагестанского народа, который и до сегодняшнего дня не поколебим. Иншаллах, досудного дня. Наследие Мухаммада Иракского до конца не изучено и по сей день. Об этом заявляют научные сообщества. Вклад духовного наставника, учителя и мамов трудно переоценить, уверены историки. И сегодня потомки шейха продолжают его великий путь. Нам не хватает сейчас следования за Мухаммадом Иракским. Не только словами, конференциями или какими-то там действиями. Мы внутри искренне должны осознавать, что это дорога суфизма, тарикат – это непростая наука. И вот что понимать нужно. Нам нужно стараться понимать и следовать его пути. Пути Мухаммада Иракского кудесу. Что мы, религия у нас не только что на словах это было. Он призвал основу, чтобы мы следовали за свою религию, за своей религией, за пророком. И чтобы мы поклоняли Всевышнему Аллаху искренне. Вот это основа, вот это путь, дорога Мухаммада Иракского. Магомед Иракский жил в очень таких сложных условиях. Ему пришлось очень тяжело. Но вся его деятельность была направлена на укрепление как раз-таки межнационального согласия. И Магомед Иракский вот своей жизнью просто показал, каким должен быть авросовый мусульманин. Потому что самое главное для мусульманин это что? Это служение Всевышнему. Это молитвы. Это проповеди. Это сам нрав, от которого исходил, кстати, Магомед Иракский. В завершении мероприятия почетным гостям вручили памятные подарки организаторам конференции в Успеуму в Театр Республики Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Минация региона. И к новостям спорта. Наградили отличившихся спортсменов, активную молодежь и представителей туриндустрии. В Махачкале подвели итоги работы городского управления спорта, туризма и молодежной политики. В мероприятии приняли участие директора муниципальных и спортивных школ, руководители столичных вузов и представители органов власти. Я с этим поздравляю. У нас город Махачкала – это треть республики. Все основные мероприятия, они на виду, они масштабны, они влияют и на повестку. Поэтому команду, всю комитету, Мурад Исхакович, как руководителя, я поздравляю с итогами. Поздравляю с теми масштабными мероприятиями, проектами, которые удалось реализовать. Победами теми, вот сегодня награждали ребят, каждый из них какой-то свой вклад внес, какие-то события были реализованы. Собравшимся презентовали видеоролик-отчет о развитии туристической отрасли и достижениях столичных спортшкол. Ну а завершилось мероприятие концертом ансамбля детской самодеятельности. Дагестанские вольники начали подготовку к олимпийскому сезону. Первым стартом в новом году по традиции станет международный турнир Кубок Ивана Ярыгина. До начала соревнований в Красноярске еще месяц. В эти дни борцы проводят учебно-тренировочный сбор на базе в пригороде Махачкалы. Курбан Рагимов узнал, с каким настроем команда подходит к предстоящему сезону. Зарядка и две тренировки в день. В таком уже привычном для себя режиме к новому сезону готовится 50 дагестанских вольников. Первый этап сбор на базе в кармане уже подходит к концу. Здесь две недели борцы работали на полную мощность. Впереди самый ответственный – Олимпийский год, а к нему надо подойти во всеоружии. В обойме все лидеры нашей команды, кроме травмированных Розамбека Жамалова и Альхана Жабраилова. Капитан сборной был Рашид Садулаев спустя три месяца после сложной операции уже в строю и проводит полноценные тренировки. Это основной такой сбор. Похвалить хочу, конечно. Отработали очень здорово. Очень здорово отработали. Нравится. Где недорабатывает, я должен им говорить. Где они недоработали, где должны подтянуться. По итогам сбора не выделить не могу. Именно, да. После такой операции Рашида Садулаева, после такой травмы парень здесь вылаживается, старается. На все сто не выделить я, конечно, его не могу. Дали задание. Тренировка началась. От свистка до свистка он работает у нас. Поэтому, ну, все ребята. Он заряжает всех энергией, конечно. Нет проблем с мотивацией и у Заура Угуева. После поражения на чемпионате мира победитель Токио 2020 твердо намерен вернуться и доказать, что он лучший легковес на планете. Честно говоря, такая нагрузка была на меня. Когда долго не проигрываешь, так бывает. Ответственность большая. Не хочется проиграть. Долго, там, четыре, по-моему, четыре с половиной года не проигрывал. А сейчас уже, как проиграл, такая легкость стала такого метода, там, защищаться, не бороться. Там, удерживать баллы. Сейчас нам будет хочется бороться, лезть в борьбу. Есть у нас двукратный, трехратный олимпийский чемпион. У него цель есть. Хочется равняться на них. Сам решится, если тренируется, готовится, смотрим на него. И сами работаем, желание появляется. Опыт у олимпийских чемпионов перенимает наша перспективная молодежь. Вместе с основной командой к Ярыгинскому турниру готовятся обладатели медалей первенств России Ю-21 и Ю-23. Амбиции у ребят самые высокие. На сборах обстановка такая рабочая. Это уже взрослые сборы, это другой уровень. Я думаю, у меня еще остался год по молодежи. У меня, можно сказать, остался должок. Хочу выиграть первенство мира, молодец Ю-23 на последний год и уже полностью перейти. А в данное время готовимся на Ярыгинскому турниру, под взрослым. Уже акцент туда, можно сказать. В этом зале именно 65-го уровня очень такая хорошая конкуренция. Тренировка бывает, такая плотная тренировка бывает. Это уже жесткий уровень, здесь нужно по-особенному пахать. По окончании сбора вольники отправятся на зимние каникулы, чтобы снова собраться в этом же зале в начале Нового года. Кубок Ивана Ярыгина в Красноярске пройдет с 25 по 28 января. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости выпуска. Для вас в студии работала Бала Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших вам новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире.